В нашем городе это первый осенний снегопад. По словам синоптиков, этой ночью выпала пятисуточная норма осадков. Снег начал идти в половину десятого вечера, прекратился в 6.30 утра. Для детей радости вот коммунальщикам предстояла немалая работа. Дворники с 8 утра начали чистить тротуар земляного моста. Когда снег идет, а когда снега нет, так не убираем. Ну вот и убираем еще вот у дороги, вот снег убираем. Техника приезжает, убираем. За уборку улиц Великого Устьяга от снега отвечают две организации. За первую часть города предприятие «Большая уборка», за вторую – управляющая организация АВС. С самого утра спецтехника выехала на расчистку дорог. К сожалению, коммунальщиков за работой мы не застали. Не удалось нам встретиться и с их руководителями. Но, по их словам, работа шла. Устьюжане так оценили качество проделанной работы. Как бы можно было получше. Так вроде все нормально. А дороги? Дороги хороши. Пока вот, мы которыми ездили, нам понравилось. Работу не выполняет ЖКХ. То есть желаете, чтобы было что-то реально? Естественно. Но и пешком идти, не идти. Хоть и по центральной улице. На машине ехать не очень удобно. Своим мнением с нами поделились не только пешеходы, но и водители. Вот что они говорят о уборке улиц. Не очень хороша. Так. Серединка наполовинку. А где почищены, где не почищены, заметили, может, нет? Да я ошибку-то так вот не ездил. Так. Насчет этого не могу сказать. Не успевает вычистить. Техники мало, так вот, чистят. Не очень. То есть считаете, что, ну, не успеет вычистить. Не успевает, да? Территория большая. Успеет вычистить. Ну, а там маленькие улицы, так все нечищены. Действительно, погода вновь удивила. На улице Кузнецова без посторонней помощи от снега не смогла выбраться газель. Общими усилиями автомобиль все же вытолкнули на расчищенную проезжую часть. Отметим, что, несмотря на обильность снегопада, ДТП в городе зафиксировано не было. Так называемого дня жерстянщика удалось избежать. Впереди три месяца зимы и у коммунальных служб еще хватит работы по уборке городских улиц. Юрий Воронин, Максим Колосов, Новости провинции.